Паралимпиада в Рио-де-Жанейро Паралимпиада в Рио-де-Жанейро Паралимпиада в Рио-де-Жанейро Сборный от Паралимпиады в Рио Максим и Виктор вместе с командой сегодня улетели бы в Бразилию Вместо этого фехтовальщики продолжают находиться на сборах в Подмосковье Там они пробудут до 6 сентября Затем направятся в Новосибирск Впереди отдых и подготовка к новым стартам Вся суть тренерской работы была построена того, что жизнь не заканчивается, надо жить дальше И Марни они молодые, у них сейчас первенство мира Дай бог, чтобы их допустили туда Буквально через месяц они улетают Я думаю, что они должны победить на эти первенства мира Но это рангом меньше соревнований, конечно Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 7 по 18 сентября На Паралимпиаду должны поехать 267 российских спортсменов Теперь квоты перераспределят среди других сборных Теперь к новостям хоккея В прошлом выпуске нашей программы мы рассказывали сразу о четырех игроках Сибири Вратаре Алексея Красикова, защитнике Адаме Палашике И нападающих Максиме Шалунове и Йонасе Кимпанине Которые вошли в рейтинге лучших по итогам первой недели девятого сезона континентальной хоккейной лиги Так вот, это еще не все хоккеисты Сибири, которых отметили эксперты В топ-10 попали силовые приемы Эра Элла и Федора Белякова У легионера Сибири девятая строчка в рейтинге В победном для новосибирской команды матче с Ханты-Мансийской Югрой Элла эффектно убрал нападающего югорчан Дениса Горбунова Федор Беляков занял пятое место в топе Защитник отметился уже в игре с Борысом В середине первого периода Федор в рамках правил остановил астанинского нападающего Дмитрия Гренца Кстати, этот матч для Сибири тоже стал победным Напомню, Сибирь в этом сезоне уже провела три матча с шестью очками в активе Новосибирцы четвертые на востоке Впереди у подопечных Андрея Скобелки две выездные встречи 2 сентября Сибирь в Москве сыграет с местным Динамо А пятого в Ярославле встретятся с локомотивом Продолжаем говорить о зимних видах спорта Перефразируя известную поговорку Лыжи в Новосибирске начали готовить летом В наш город прибыл уникальный мобильный сервисный центр На этом оборудовании готовили инвентарь для спортсменов на Олимпиаде в Сочи Теперь это возможно и для лыжников из регионов Новосибирск крайняя точка маршрута сервисного центра Позади более 20 тысяч километров по всей стране И сотни подготовленных лыж и сноубордов Цель данного проекта Олимпийского комитета России Поставить всех спортсменов в равные условия Ведь результат складывается из многих составляющих И не последнюю роль в нем играет экипировка и инвентарь лыжника Именно в этом компоненте спортсмены из регионов зачастую проигрывают своим коллегам Теперь все должно измениться Сервисная бригада на специальном станке наносит на скользящую поверхность лыж рисунок По своему принципу это напоминает протектор на колесе Для каждой дисциплины и погодных условий он свой На подготовку только одной пары лыж может уйти от 20 минут до часа Процедура предобработки так называемой Она же выравнивание скользящей поверхности То есть мы снимаем старый штайншлифт И выравниваем плоскость практически идеально Получается такой некий формат зеркала скажем так И в последующем наносится специальный рисунок Он же структура Ну если правильно то штайншлифт Который дает возможность улучшить скольжение на снегу И на сегодня у меня все Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных событий До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин